Всем привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Railroad Corporation. В этой игре мы с вами будем создавать свою собственную железнодорожную империю в Северной Америке 19 века. Будем прокладывать пути, покупать подвижные составы и помогать городам процветать путем перевозки товаров из одних точек в другие, конечно же. Игра вышла в ранний доступ, буквально только-только вот появилась, и свободной игры мне еще пока нету, но зато есть компания, давайте с ней познакомимся. Ну и первым делом, конечно же, нам с вами здесь дают выбрать себя, наше фото и как мы с вами будем называться. Дальше нам предстоит выбрать одну из трех контор, скажем так, которых мы будем начинать свою карьеру. Есть дороги Пикета, нам с вами здесь будут давать 10 тысяч в начале каждой миссии, дороги Каина, один дополнительный локомотив в начале каждой миссии или дороги Харрингтона, стоимость строительства железной дороги на 10% ниже. В принципе, все три варианта довольно неплохие, нам и деньги понадобятся, нам локомотивы понадобятся, ну и скидка тоже сама по себе неплоха. Но давайте выберем один дополнительный локомотив, например, почему бы и нет. С пылу, с жару. Добро пожаловать в компанию, мы как раз получили крупный заказ. Предприниматель мистер Денман просит доставить на его склад в Цицинайте 5 вагонов со сталью. Сроки уже поджимают, а господин Денман даже отправил нам предоплату. Но обо всем по порядку. Сначала в окрестностях необходимо найти город со сталелитейным заводом и узнать, сколько и чего нужно для производства стали. Продолжи железную дорогу к городу, где расположен завод и начни поставлять необходимые ресурсы. Когда производство наладится, нужно будет выкупить и доставить готовую сталь на склад заказчика. И еще, банк, которым у нас открыт счет, позволяет воспользоваться овердрафтом на сумму не более 50 тысяч. Но если ты превысишь это ограничение, все наши операции с деньгами будут заморожены, а компания будет вынуждена тебя уволить. Надеюсь, до этого не дойдет. Да, вот еще. Чем больше заданий ты выполняешь, тем больше опыта получаешь. Профессионал своего дела всегда сможет применить накопленные знания в будущем. А теперь за дело. Ну что же, вот она карта. Вот так вот она выглядит. Есть пункты, соответственно, в которых производятся те или иные ресурсы, либо товары. Ну и, конечно же, мы с вами здесь будем создавать свое железнодорожное полотно и эти пункты соединять, дабы перевозить одни ресурсы к другим городам, собственно, и так далее, и тому подобное. И получается это, конечно же, денежки. Но главное здесь не прогореть. И наш с вами главный городочек это Боулинг Грин. Ну, точнее, это именно наш город, потому что здесь расположен наш с вами офис. И наша главная станция, где будут производиться закупки локомотивов. Как видите, есть уровни у зданий, их можно будет улучшать путем, собственно, вложения средств в них. Ну и потом можно будет здесь дополнительные сервисы всякие открывать и новые отделы. Вот, как видите, у каждого города, у каждого пункта есть своя информация такая, на что здесь спрос, что здесь предлагается в этом том или ином пункте. Ну и, соответственно, из этого уже исходить и соединять все это дело дорогами. Есть у нас с вами список целей, которые нам с вами нужно выполнять. Причем цели за определенное количество дней, если мы с вами не успеем их выполнить, все, гейм-овер будет, нас с вами вышвырнут. Также нам нельзя уходить в минус, если минус 50 тысяч будет, нас также с вами вышвырнут. И все это, короче говоря, вот так вот на нас с вами накладывается. И мы должны это все как-то дело, знаете, выполнять, исполнять в положенные сроки. И при этом, чтобы еще счет был всегда положительным. Вот, у нас с вами есть уже наш первый локомотив, так как мы с вами выбрали товарища, который именно локомотивы раздает нам с вами за каждое задание. Ну, пока у нас с вами вообще, в принципе, один единственный доступен, это Best Friend. Тут, собственно, также вся информация по локомотиву в этом окошечке есть. Здесь маршрут окошечка, это с вами будем потом прокладывать, встроить и так далее. Ну и что, давайте начинать тогда потихонечку с миссии. Давайте разбираться. Первая миссия, первая цель, точнее, миссии, инвестиции в технологии. Давайте посмотрим задание. Создайте исследовательский отдел в своем офисе, который находится в городе Боулинг Грин. И что здесь удобно, кстати говоря, можно прям нажать и сразу нас перемещают на тот самый город, ну или на ту самую локацию, которая нам нужна будет. Это даст возможность улучшить существующие и изобретать новые локомотивы. Ну что ж, давайте сделаем, давайте сделаем так. Улучшаем, улучшение стоит 10 тысяч, не маленькие деньги, должен сказать сразу, не маленькие. Улучшаем. И получаем офис второго уровня. Теперь у нас с вами здесь стали доступны комнаты. Доступна комната 4, комнат всего 5, занята одна комната. И теперь можем поставить, построить здесь новый отдел исследовательский, которым потом будут происходить разнообразные исследования, соответственно. Ставим его, и у нас здесь открывается вкладочка. Смотрим, и здесь есть дерево технологии, такое, знаете, неплохое весьма. Тут мы с вами можем улучшать наш локомотив, который уже существует. И потом в дальнейшем нам откроется еще один новенький локомотив. Видимо, уже получше, посильнее, помощнее, который также можно будет улучшать. Ну и здесь наше количество ученых, 10 человек пока задействовано. Но к этому мы чуть позже еще вернемся. Что ж, дальше мы можем закрыть, чтобы нам больше не мешалось это задание. Мы ее выполнили, цель точнее. И остаются две цели пока что. Это доставка железа и угля. Нам с вами нужно найти здесь городочек, пункт, да, где будет производиться сталь. Ну, в общем-то, он здесь есть, вот этот вот. Называется он Барнстейблтаун. Здесь производится сталь, и сюда как раз-таки нужно возить и железную руду, и уголь. Чтобы найти тот или иной ресурс, в принципе, здесь довольно удобно сделано. Нажимаем на тот или иной ресурс, и нам показано, где есть месторождение. Где есть города или пункты, где оно производится. Руда, собственно, железная вот здесь. А уголь, допустим, мы с вами можем найти, так, 900, там 1700. Вот, здесь у нас есть в новом Орлеане угольная шахта. Как раз-таки ее мы, скорее всего, и будем с вами задействовать. Ну что ж, и теперь нужно как-то нам с вами все это дело соединить. Да. Соединить, чтобы можно было уже непосредственно потом маршруты раскидать так, чтобы все это дело поставлялось, составлялось и так далее. У нас есть 84 тысячи еще, но все про все. Давайте, наверное, запустим сейчас игру тогда. С паузы снимем, и тут нам, с вами видите, прилетает сразу техническое преимущество. Теперь мы сможем улучшать наши локомотивы, или даже разработать новые. Я уверен, что пяти исследований будет достаточно, чтобы наша компания оставалась современной. Будет ли это новый локомотив, или мы улучшим существующий решать тебе. Выбор должен быть взвешенным, однако не затягиваясь. Делай так, чтобы исследования выполнились раньше, чем закончится поставка стали в Цицинате. У нас наклевывается новая делица, и если все выгорит, то нам придется направиться на юг. А это строительство новых железных дорог и, соответственно, большие капиталовложения. Если мы не займемся исследованием прямо сейчас, то есть риск безнадежно отстать в техническом плане, и тогда все наше дело пойдет под откос. Окей, принято, понято. В принципе, мы с вами также видим, что в нашем городе тоже требуется уголь. То есть, в принципе, чтобы как-то хоть как-то, знаете, отбивать все эти затраты, мы можем еще один локомотив направить, допустим, с Нового Орляна прямо к нам сюда. Чтобы они вот так вот катались туда-сюда и все это дело поставляли. Ну ладно, разберемся, давайте. Давайте будем строить железную дорогу, первую нашу железную дорогу. И пойдет она, естественно, от нашей станции, ибо больше неоткуда ее строить. И, в принципе, мы можем сделать ее в Новый Орлян, действительно, вот таким вот макаром. Да можем даже вот так сделать. И смотрите, что здесь получается. Мы, допустим, ставим железную дорогу вот таким образом. Она идет здесь. И здесь, как бы, пока еще станции нету, но смотрите, что будет происходить. А, ну да, и, конечно же, во-первых, здесь у нас табличка с нашими затратами на железную дорогу. Вот, можно здесь шаг назад сделать, допустим, можно продолжить и так далее. Но мы строим. Мы нажимаем построить, и Новый Орлян перестраивается под нашу железную дорогу. И это будет происходить так с каждым пунктом. Будь то маленький или какой-то город, они будут всегда перестраиваться под железную дорогу именно. Что, в общем-то, прикольно. То есть, нам с вами, знаете, не нужно сильно запариваться. Там, как, куда построить, просто взял, провел, а там уже город сам разберется. Ну что ж, первый путь наш с вами готов. И можно, в принципе, наш паровоз, да, наш локомотив запускать, чтобы он катал хотя бы уголь туда-сюда. И приносил там какие-то небольшие, хотя бы начальные деньги. Но, опять же, я повторюсь, нужно не забывать, что вот в это время нужно обязательно уложиться, иначе мы с вами проиграем. Так что, в принципе, мы можем с вами сейчас дальше железную дорогу проводить сюда еще. И вот еще одна такая фишечка. Нам еще об этом скажут здесь. Но я уже просто посмотрел немножко. Лучше какую-то станцию улучшить и там сразу сделать пункт ремонта. Потому что износ здесь довольно быстрый у локомотивов происходит. И им нужно ремонтироваться. Если их не ремонтировать, они будут ломаться. Вот, соответственно, они будут простаивать. Мы тоже на это будем деньги терять. Короче говоря, просто будет полная жизнь. И так или иначе мы с вами не успеем. Поэтому я предлагаю что сейчас сделать? Я предлагаю сейчас все-таки здесь подтянуть еще железную дорогу в эту сторону. То есть мы можем как бы и отсюда соединить. Допустим, новую ветку пустить. Вот так вот. Таким вот образом каким-нибудь. Соединить еще вот этот вот пункт. Но нам придется еще здесь так же делать в любом случае. Еще нам придется как-то тянуть вот сюда все это добро. Вот к этой, собственно, к железу. К железной руде. И от железной руды сюда еще тоже пускать. Так что на это все денег уйдет немало. И причем мы постоянно будем платить налоги. А время-то идет. Ну, короче говоря. В общем, со всех сторон с вами здесь облепили. А мы должны с этим совсем справляться, конечно же. Ладно, давайте сейчас запустим. Я все-таки улучшу одну станцию. Вот эту вот сразу же. Давайте 3000. Давайте поставим здесь ремонтные мастерские. Вот. И сейчас мы, когда будем проводить маршрут, я надеюсь, что он будет не лагать. Потому что я заметил здесь. Бывает такая система, что когда ты уже после апгрейдишь и начинаешь его, скажем так, зазывать в этот сервис, он почему-то этого не делает. Не знаю, почему с чем-то связано. Может быть, сейчас не будет делать. Посмотрим. Так, давай забирай уголь. Максимум можно пока два вагона таскать. Тут надо смотреть по грузоподъемности. Вот максимум 40. Сейчас два вагона 36 получается. Ну и скорость у него будет маленькая. 15 км в час, когда он будет груженый. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы это переживем. Так, и здесь ты выгружаешь, получается, в нашем городе. А вот здесь мы сразу поставим обслуживание. И сейчас нужно будет проверить. Применяем. Давайте, поехали. Запускаем его тогда. Я думаю, все, вот он сейчас поедет. Даже можно немножко ускориться, в принципе, я думаю. Главное следить за днями и не проворонить тот день, потому что нужно будет еще перевезти ведь груз. Правильно, правильно. Сейчас мы с вами проверим, будет ли он совершать здесь обслуживание. Если нет, то нужно будет удалить тогда вообще поезд и заново купить новый. Но это опять же минус деньги. Все, нет, нормально. Мы с вами, видите, сразу сделали, то есть изначально мы сначала апгрейднули, а потом уже назначили, и все нормально работает. Хорошо. Он будет проходить здесь техобслуживание. Денег тоже, видите, уходит. Деньги уходят довольно быстро. Должен заметить, сейчас он повезет товары. Вот он еле-еле плетется, но, к сожалению, по-другому никак. Либо по одному вагону таскать, что, в общем-то, тоже нехорошо. Либо вот так пускай будет хотя бы. Все, здесь он сейчас доберется до нашего дома. Сколько-то денег он нам с вами привезет в итоге сюда. Давайте посмотрим, сколько мы получим. Сейчас у нас 58 тысяч. А когда он приезжает, получается, 57 уже тысяч. Так, 65. Ну, в целом, как бы, вроде бы и неплохо, но это, на самом деле, такая, знаете, мизерная прибыль, потому что расходуется деньги здесь очень-очень быстро. Так, ты сейчас будешь тениться здесь? Да, вот он ремонтируется, хорошо, тоже уходит время какое-то. Но зато он, видите, восполняет, насколько возможно, пробег себе тут, износ. Износ по времени, конечно, никуда не девается, и его уже никак не исправишь, но хотя бы вот так вот. Хотя бы вот так уже хорошо. Так, дальше мы с вами давайте тогда еще сразу здесь сделаем вот так. Вот, я думаю, дополнительную дорогу уже в этот пункт назначения, скажем так, да? Здесь раз. Так, и это обойдется нам с вами в 33 тысячи. То есть у нас будет еще один локомотив ходить туда-сюда. 33 тысячи. Так, строим. Хорошо. Минус деньги. У нас с вами 35 тысяч сейчас есть. И нужно сразу новый локомотив нанимать нам с вами, конечно же. Давайте купить. Покупаем новый локомотив, и ему сразу тоже говорим, чтобы он ехал сюда. Здесь, я думаю, что он точно так же будет ремонтироваться, потому что... Ну, мы, конечно, можем еще это улучшить. А, мы улучшим это, знаете почему? Потому что здесь так же будет ремонтироваться тот локомотив, который будет поставлять отсюда железо сюда, поэтому... Блин, 18 тысяча стало смотреть. Видите, как мало? Вот я об этом и говорил. Я об этом и говорил. Но, так или иначе, улучшаем. Строим здесь еще ремонтную... Ремонтная мастерская. Так как у тебя еще мало опыта в железнодорожном деле, и поэтому я хочу тебе сообщить, что подвижной состав изнашивается. Представляешь? Времени сидит никого, и локомотивы не исключение. Особенно, если объем привозьмого груза велик. Чем больше пробег у локомотива, тем выше вероятность его поломки на путях. А еще нужно учитывать и влияние времени. Но можно минимизировать шанс поломки, если строить на станциях ремонтные мастерские, что мы с вами и сделали, в общем-то. И время от времени направлять туда локомотивы для прохождения технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание нивелирует износ, возникший в связи с перевозкой тяжелых грузов. Но, если локомотив в плохом состоянии из-за времени, то тут уже ничего не поделаешь. Но тут нужно будет уже просто новый покупать, как бы. Вот такие вот дела. Так, ставим здесь ремонтную мастерскую тоже. Ставим ремонтную мастерскую и сразу направляем тебя, дружище, вот сюда. Здесь загружаешь два вагона себе, выгружаешь здесь их тоже. И здесь же. Так, получается, вот в этом городе ты будешь постоянно проходить техобслуживание. Поехали. Все, сейчас он, по идее, должен будет... Ага, все, тут ушел. И теперь он ждет, получается, когда это проедет. Ну, все правильно. Благо, что на этих пунктах они спокойно могут пропускать друг друга. Отлично. Так, этот заправляется. Этот загружается. И уезжает, собственно, с грузом уже непосредственно вот сюда. Здесь он будет продаваться за 4 400. Неплохие, в общем-то, деньги. Плюс еще техобслуживание, точнее, в минус нам пойдет. Но я надеюсь, что износ нам позволит еще покататься немножко. Здесь уже, смотрите, получается 93% максимум, да? Ну, неплохо, неплохо. Хорошо, что мы с вами поставили здесь мастерскую тоже по ремонту и обслуживанию. Так, 19 тысяч. Смотрим, что здесь. И не забываем про задание. Остается 526 дней. 500 дней. Ну, то есть нам с вами нужно еще будет проложить маршрут здесь. 27 тысяч, да? Проложить маршрут здесь. Купить еще один поезд, который будет поставлять сюда товары также. Так, мы с вами ремонтную мастерскую выполнили. Давайте это уберем сразу. По поводу, кстати говоря, техническое преимущество, да? Это, я так понимаю, не ограничено пока временем, но нужно будет успеть до поставки стали. Судя по всему, как нам говорили. Это тоже все деньги. Это нужно целых 5 исследований завершить. Но к этому мы все-таки чуть позже придем. Давайте сейчас пока что поднакопим деньжат. 28 тысяч. 500 дней остается нам бы, конечно, побыстрее все это сделать. Давайте попробуем пока что путь проложить сюда хотя бы. Тоже сейчас лишние пути не будем. Так, в обход там делать ничего не будем такого предпринимать. Потому что, опять же, деньги сейчас у нас очень... Ё-моё, давай. Деньги у нас вообще никак не резиновые. Вот так сейчас здесь сделаю. Сколько это будет стоить? 40 тысяч. Блин, мы с вами так сейчас в минус уйдем. Это плохо. Это плохо, и поэтому я бы, конечно, лучше подождал бы. Честно говоря, когда у нас с вами деньги появятся. Давайте пока отменим, да. Пока отменим. Сейчас у нас пока время, в принципе, позволяет еще. Сколько еще остается там? 473 дня. Время довольно быстро, на самом деле, идет, как видите. Так что нужно успеть уложиться. Ведь нам с вами нужно 10 железной руды еще потаскать сюда. 10 гребаной железной руды. А это не так мало, на самом деле. Тем более, руду он, скорее всего, будет таскать только по одному вагону. Там, вроде бы, довольно тяжелая. Для него получается. Так, ремонт пошел. Хорошо. Этот с углем поехал. 35 тысяч. Но если сейчас у нас с вами накопится больше 40 тысяч. В ближайшее время я, конечно, сразу все это пущу. И придется уходить все-таки в минус. Иначе мы с вами просто не уложимся во время. И так глупо с вами проиграем, конечно же. Это не есть хорошо. Понаблюдаем сейчас за износом его. Давайте. Вот видите, уже 89% максимально. Жесть. Довольно быстро изнашиваются. Очень быстро поезда изнашиваются. И это нужно, получается, искать деньги на все про все. И на новые поезда. И на обслуживание. Ведь каждое здание, оно облагается налогом. Это жесть. Так, 39 тысяч. 47 тысяч есть. Все, давайте сразу строить здесь тогда еще один путь. Через это же место проведем все. Так, давай вот сюда вот так сделаем. А, вот 35 тысяч. Неплохо. Построим. Конечно, строим. Давайте. 35 тысяч сделали. Нам с вами нужен локомотив новый еще. У нас денег не хватит на него, но... 7 тысяч пока. Давай сейчас вот здесь довезет. И тогда, возможно, денег хватит. С углем у нас, кстати говоря, задание тоже закончено. Мы закрываем ее. Остается только сталь. Точнее, железо. Железо, железо. Давай быстрее. 5 тысяч у нас с вами. Но видите, деньги очень сильно убегают от нас. Блин, а не хватит все равно денег. Ладно, уходим в минус тогда. Давайте что делать еще? Покупаем, конечно, да. В минус надо будет уйти. Здесь ты, значит, делаешь что? Ты едешь сюда. Здесь загружаешься одним вагоном всего лишь на все. Пока что, к сожалению. Больше не сможешь рассказать. Здесь вот так вот. И здесь ты постоянно будешь ремонтироваться. Все, применяем. Поехал. Давай выезжай. Сейчас он, видимо, ждет, когда доедет этот состав. Да, потому что мы с вами объездную дорогу-то не делали. Но нам сейчас немножко не дорог, потому что денег нет. И надежда на то, что мы с вами успеем. 380 дней. На самом деле, дни очень быстро уходят. Ёлки-палки. Можем не успеть. Это будет плохо. Фух. Ну что ж, ладно. Пока ждем тогда, когда они там докатятся. А, еще. Еще, еще, еще. Кстати, давайте пока, наверное, в исследование зайдем заодно сейчас. Ведь их нужно проводить так или иначе. Мы можем увеличить тягу. Допустим, максимальный вес, который может тянуть локомотив. Мы можем увеличить скорость. Уменьшить потребление топлива и так далее. Мощность всех локомотивов. Блин, этот денег стоит капец. Тоже дофига, на самом деле. Давайте потребление топлива уменьшим. Ну да, возьмем в кредит, конечно. Что еще делать? Что еще делать? И на каждое исследование мы с вами можем направить свое количество работников. То есть, допустим, сюда 5. И за 73 дня это все дело исследуется. Пока мельтешить опять же не будем. С деньгами особо не очень хорошо у нас. Где наш поезд? О, все. Он отправляется на свою точку. Возможно, мы даже с вами успеем. 300 дней он с вами остается. Но это нужно, чтобы он 10 раз туда-сюда сходил за это время. Надеюсь, что успеет. Надеюсь, что успеет. В принципе, с деньгами у нас более-менее дела. Ну так, более-менее. Видите, сейчас все-таки довольно неплохо они в минус уходят. Ну, хотя бы товары какие-то поставляются у нас. Иногда, изредка. Плюс сейчас еще и сталь будет у нас поставляться сюда. Сталь сколько стоит? 5200, кстати. Ну, неплохо, на самом деле. Могло бы быть и хуже. Так, давай. 300 дней остается для того, чтобы довезти сюда еще 9 раз. Сталь, я так понимаю. Да, надеюсь, ты успеешь, дружище. За 300 дней. Пожалуйста, успевай. Все. Благо у нас с вами сейчас точки ремонта построены. Более-менее нормально. И они вот так вот сейчас туда-сюда катаются и возят нам товары. Сколько у тебя осталось прочности? 82% уже максимальной прочности у него. Жесть. Ох, ну я надеюсь, что успеем. 300 дней. 300 дней. И давайте еще какое-нибудь исследование возьмем. Так, пока здесь тоже исследуется. Срок службы. Вот это вот. Надежность, кстати, тоже можно. Давайте надежность. Так, один человек. Давайте тоже 5 человек сюда наймем, чтобы побыстрее все это дело у нас исследовалось. Сейчас у нас уже одно исследование будет готово почти, что вот осталось немножечко совсем. И можем с вами еще что-нибудь сделать в этом плане. Ну, с деньгами пока мы вроде с вами разобрались. Вроде даже в минус сейчас не уходим, это хорошо. Но я переживаю, что мы с вами не успеем здесь. Две ходки было за 30 дней, получается, да? Блин, это он, если и успеет, то только ровно-ровно, тютелька в тютельку. Это же жесть какая-то. А может и не успеет. Это будет, блин, обидно максимально. Это будет, блин, максимально вообще обидно, сколько это возможно. Чуть-чуть не успеть. Так, хорошо. Мы тогда с вами, знаете, что сделаем? Мы с вами исследуем еще максимальная тяга, вот, например, которая может тянуть локомотив. За 5 тысяч, давай. И тоже 5 человек сюда, пожалуйста, наймем. Даже сделаем вот так. 4 сюда, сюда 6. Пускай будет так. Не знаю, поможет ли нам это с вами. Может быть, мы с вами сможем по 2 тогда таскать. Но он будет, правда, кататься еле-еле в том плане. Ох, не знаю, ох, не знаю. Надеюсь, что успеем. 3, 4, давай, 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 дружище, еще быстрее. Хотя, если он сейчас... Не, я думаю, успеем. Я думаю, как раз, знаете, в притычок мы должны успеть. В общем, сейчас остается только ждать, на самом деле. Ждать и надеяться на то, что мы с вами успеем ложиться в это время. Ну, вот смотрите, он сейчас, получается, 5-ю поруцу вводит, а еще 200 дней с лишним в запасе. Нет, точно успеет. У меня еще сначала были сомнения, возможно, и нет. Только, знаете, еще надеюсь на то, что его не придется менять по пути. 90 уже процентов. Ни хрена себе он износился-то так быстро. Жесть. Просто 90 процентов. Серьезно, на ровном месте. Офигеть, у них износ. Что-то, мне кажется, слишком большой износ. У первого нашего сколько осталось? 77 процентов. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Это жесть. Это он уже, получается, на ходу 476 дней у нас, да? Офигеть. Офигеть, у тебя сколько? 79 процентов. Ёптеть. Ну, ладно, смотрим. Так, вот этот товарищ гоняет тоже, у него уже 89. Как же здесь все это быстро происходит-то? Я просто в шоке, честно говоря. Но сталь делается потихоньку. Видите, уже 6 слитков уже даже ничего себе. 6. Ну, не слитков, тон, конечно же. 40 тысяч у нас с вами есть. Ну, хотя бы, знаете, хотя бы... Хотя бы, хотя бы... Ох! Городок-то вырос, смотрите. И теперь у него новая потребность. Бревна и... Зерно. Да, города здесь растут, конечно же, естественно. То есть даже наш город, смотрите, вырос уже. Видите, тут опять почтовое отделение появилось. Почтовое отделение. Можем почту возить еще, короче говоря. Ну и вот так вот потихонечку здесь города будут разрастаться. Тоже, конечно же. По мере поступления у них товаров и так далее, и тому подобное. Со временем вообще, в принципе, в целом они все будут расти. Вот. И тут мы даже это видим. Ага, больше не потребляет зерно наш, смотрите, городок почему-то, да? Ну ладно, не хотят как хотят. Нас, в принципе, это сейчас не очень сильно волнует. Так, сколько у нас по стали осталось, точнее, по железу? 7 еще. Еще 3. Еще 3 и 130 дней. Я надеюсь, что успеем. Должны успеть. Обязаны просто успеть. Должны. Давай, давай, успевай, пожалуйста. Ну что, у нас у меня остается 100 дней до завершения. И 2, и 2 тонны железа еще ты должен поставить сюда. Давай, пожалуйста, пожалуйста, родименький. 52 тысячи у нас у меня есть. Давайте что-нибудь улучшим тогда. Максимальная скорость, мощность, кстати говоря. На разгон локомотива. Давайте это тоже изучим обязательно. Побольше людей сюда сейчас. Вот, 5 человек здесь будет достаточно, я думаю, да? Срок службы. Ну, тоже увеличим, почему нет? Почему нет? Тоже полезная вещь. Давайте 5 человек максимум здесь. Все. Пускай изучается. Еще одна тонна и остается 83 дня. Я думаю, должны успеть. Как я и говорил, тютелька в тютельку, но все-таки успеем. 61 тысяча у нас у меня на счету. Неплохо, на самом деле. Я думал, будет гораздо хуже. Ну, нам с вами, можно сказать, повезло. Так, что у тебя по износу? 71%. Ну, я думаю, когда будет меньше 50, мы с вами уже просто заменим его на новый тогда и все. Купим. Новенький. Сталь в Теценате. Так. Отлично. Все сырья для производства стали доставлены. Теперь осталось только привезти сталь мистеру Денману в Теценате. Время поджимает, поэтому поторопись. Сталь. 700 дней, собственно, на поставку сталь, я так понимаю, в Теценате, да? Закрываем. И давайте смотреть. Мы здесь благо успели. Притормозим немножечко. Циценате, где оно есть? А, ну мы, скорее всего, можем вот так же сделать, да? Циценате. Да, да. Вот сюда нам с вами нужно поставить... О, опачки. Склад мистера Денмана. Я понял. Я понял. И нам нужно отсюда будет сейчас провести дорогу еще одну. Вот как раз таки в эту сторону. Но давайте так и сделаем. Благо, сейчас опять деньжат у нас с вами появились. Так. Мы с вами, получается, что делаем? Мы с вами вот отсюда проводим. Так. Тихонечко. Давай сейчас немножко вот так подальше отодвинем, чтобы было видно, куда точно везти примерно, да? Куда точно везти примерно. Отлично сказал. Вот сюда. Да. Ага. И здесь мы с вами тоже, собственно, не мы подстраиваемся, а под нас подстраиваются. Но вот так и сделаем. Это будет нас с вами стоить 66 тысяч. Ё-моё, кровных денег, которые мы с вами сейчас так потом и кровью зарабатывали. Ну давайте строить. А что еще? Какие у нас варианты есть? Никаких, в общем-то. Поехали. Так. Дорога строится. Минус все деньги, которые у нас с вами были. И городочек здесь, видите, перестроился сразу под нас. Но склад остался тоже здесь все равно, так или иначе. Хорошо. Хорошо. И теперь нам с вами нужен еще один дополнительный локомотив. Для чего? Для того, чтобы правильно перевозить сталь. Сталь здесь потихонечку производится. Запускаем. Запускаем опять счетчик тогда. И покупаем еще плюс один локомотив. Я думаю, что мы с вами, знаете, что сделаем? Я бы хотел сюда напрямик еще дорогу сделать одну. Вот прямо здесь дорогу бы еще одну сделал. Но боюсь, что на это у нас с вами денег еще не хватит. Ладно, проверяем. Проверяем. Я просто не хочу, чтобы он сейчас здесь ждал, пока, знаете, объезжал. Так бы он сейчас сразу напрямик сюда приехал бы и все. Окей. Тянем. Тянем, потянем. Так, давай здесь. Ну, поставьте где-нибудь. Камон. В чем твоя проблема? Дорога. А, вовсе нормально. Хорошо. Отмена паники. И тянем прямо вот сюда тебя. Тянем прямо вот сюда. Давай здесь как-нибудь ты у нас соединишься же. А, здесь не хочет соединяться. Я понял. А здесь? Так, давай сюда. И вот здесь, пожалуйста. Смотрите, тут не хочет. Втройной узел не заворачивается, к сожалению. Вот. Но сюда можно соединить. Вот так. Да? Давай соединим здесь тогда. Это еще 40... Нет, это опасно. Это опасно. Проще будет сейчас подождать, пока они там разъедутся, знаете. Мы с вами выполнили техническое преимущество. Отлично. И давайте у нас с вами появились деньги. Закупаем еще один локомотив тогда. Купить, конечно же. И ты у нас, дружище, будешь возить сталь как раз-таки. Ты у нас берешь. О, смотрите, тут даже мостик появился какой балдежный. Красота. Прикольно все-таки сделано. Мне нравится, как это все здесь обустроено. Ладно, давай. Ты едешь сюда тогда сейчас. За сталью. Значит, загружаешь сталь. Сколько можешь... Одну сталь, да? Тебе нужно привезти ее. Сколько там было? Ну, неважно сколько. Сейчас посмотрим. А, пять штук всего. Ну и ладно, тогда нормально. Тогда нормально. Значит, здесь сталь. Сюда ее выгружаешь. Вот. И также будешь проходить техобслуживание у нас с вами. Вот здесь, наверное. Ну, пока что да. Потом, возможно, где-то еще построим, и будет нормально. Так, все, здесь проходишь техобслуживание. Поехал. Вот он выезжает из нашего городка, и сейчас будет миновать все эти точки, конечно же, я надеюсь, да? Так, тут у нас сейчас ждет. Он сразу проезжает. Теперь они, получается, будут ждать, пока он проедет здесь. Ага, ты ждешь. Все верно. Все верно ждешь. Давай, 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 давай. Доезжай. Согружайся сталью. Ну, естественно, техобслуживание, само собой, как же без него. Так, сталь. Почем будет сталь у нас? 11 тысяч. Едрить колотить. Вот он повел сталь. Смотрите-ка. Прям стальные листы такие, да? А это балки стальные. Жесть. Класс. А почем тогда продажа будет? Ну-ка, сейчас проверим. Должны быть хорошие деньги. Непонятно. Ценник не написан, к сожалению. Я надеюсь, что хоть что-нибудь он нам даст до этого. Ну-ка. Нет? Просто так возим? Жесть. То есть мы тратим 11 тысяч на загрузку стали. Чтобы... Ну, я надеюсь, за контракт в итоге нам с вами денег отвалит неплохо. Потому что иначе мы сейчас с вами прогорим с такими успехами, знаете. Реально прогорим. И это не есть хорошо. Так, вот он ремонтируется. Угу. Все верно. Отремонтировался. Минус. Да е-мое, конечно, мы в долгах. Естественно, мы в долгах. Это же невероятные какие-то просто суммы. Все, из долгов вышли. Так. Это немножко радует меня. Отлично, отвозим. И смотрим, смотрим. Нам нельзя в минусы уходить. Но пока мы как раз-таки там катаемся туда-сюда, на самом деле, да. Он вот, видите, они там потихонечку наши балансы пополняют. Что, в принципе, очень даже хорошо. Но вообще я планировал, как бы, извините меня, заменить поезда в скором времени. Потому что это никуда не годится. 69%. 72. 77. Не, ну ладно, ладно, хорошо. Пока вроде не так плохо все. Хотя, слушайте, деньги у нас, конечно, сейчас опять улетать стали. Это не хорошо. То, что у нас с вами деньги улетают, это прям вообще нехорошо. Так, сейчас он загрузится. Будет еще большой минус опять же. Так, Т3 поехал. Этот загружается. Минус 11 тысяч. Блин, жесть, сколько мы с вами денег отдаем. Мы реально 11 тысяч за один блок стали. Сколько у нас по времени еще остается? У нас остается еще 400-500 дней практически. Возможно, стоит повременить. То есть мы с вами сейчас, получается, отвозим какой? Отвозим уже третий. Немножко подождать, хоть денег накопить, я не знаю. А то у нас сейчас, мне кажется, кредиты наши будут расти только еще. Так, а давай мы, знаешь, как тебе сделаем? Мы тебе сделаем вот так сейчас. Применить. Все, просто катись куда-нибудь. Сейчас посмотрим, как он здесь будет катиться. Я думаю, что он просто здесь будет стоять. И все, а ты что здесь делаешь? Выгрузка. А, смотрите-ка, выгрузка-то, видите? Нужно больше стали. Нужно больше стали, потому что угля здесь очень много. И уголь здесь не нужен, как бы. Получается. Да, это не дело. И здесь тоже угля-то целая туча. Вы только посмотрите на это. Проценты капают, проценты капают. Жесть, жесть. Как мы с вами можем здесь успеть? Я не очень представляю, если честно. Так, ну сейчас, возможно, что-то хоть освободится. Сейчас они здесь делают сталь, да? По идее. И, по идее, он разгрузится сразу же. Так, ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Ну, благо, сталь хотя бы возит. А ты можешь загрузить еще, может быть, одну сталь, нет? Нет, не можешь. А, может, 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 мне кажется. Так, а ну-ка стоять. Смотри, что тогда делаем. Касса Гранде. Загружаешь еще, еще одну. Давай. Вот, две. Уже две можешь возить. Хорошо, применяем. И здесь выгружаешь, конечно же, две. Так, давай сейчас две выгружаешь. Вот так все применяем. Отлично. Я надеюсь, сейчас обновится нормальное задание без всяких там перепокупок поездов и так далее. А то у нас с вами сейчас денег немножко нету. Так, сколько загружаешь? Ну, явно загрузился, потому что, да, два, два, собственно, этих, два вагона с рудой железной. Хорошо. Так, ты поехал. У нас минус 20 тысяч, ну это сейчас жесть, конечно. Сейчас бы не прогореть на последнем-то задании в этой миссии. Надеюсь, что последним. 400 дней остается. Жесть какая-то. Ну, угля есть по-прежнему дохера и больше. Сейчас вот сюда две стали привезут. Сталь по 5 тысяч хотя бы стоит уже неплохо, знаете ли. Так, раз, два. Два раза... Минус 6 тысяч. Вот это хорошо. Вот это меня радует. Так. Производится сталь. Сталь произведена. А уголь по-прежнему не выгружен. Нифига, да? Ох, 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 ох. Давай засталю. Так, здесь стальные балки. Сейчас они тоже все загрузят и все будет жесть. Но нам нужно будет возобновить тогда сейчас здесь. Покупаешь балку. Значит, здесь обслуживание у тебя. Нет, знаешь, что без обслуживания вообще? Потому что нафиг это дополнительные деньги, опять же, лишние. Здесь выгружаешь. Еще нам с вами две балки нужно увезти. Применяем, поехали. Давай, загружайся. Рискнем. Рискнем всем вообще. Всем, что есть. Минус 23 тысячи, ептить. Так, ну сталь на подходе. За этот счет мы, в принципе, должны с вами выкарабкаться как-то. 300 дней еще остается у них. Так, давай здесь. Вывози. Во. Вот, сейчас все выгрузилось хорошо. Пошло дело. Пошло дело. Давайте, чинитесь, ремонтируйтесь и быстро по своим местам. Все, ты уехал, ты тоже давай уезжай. Угу. Все, сейчас ты привезешь сталь еще немножко. Блин, тут правда сейчас теперь балок целая куча. Ёлы-палы. Но нам нужно еще отвезти один раз, успеть. И все. Главное, чтобы не было минус 50. Как же деньги быстро вылетают от нас. Как же деньги от нас быстро вылетают. Просто невозможно. Давай загружайся, быстро прям загружайся. Забей на все, просто загрузись и все. Да я понимаю, что, да, минус 50 тысяч. Давай, 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 родимый, родимый. Поставляй последнее, последнее осталось нам. 38 тысяч. Блин, десятка остается. Дружище, вези скорее сюда. Вези скорее, чтобы время было у нас. Чтобы немножко времени было больше. Но мы, скорее всего, успеваем, я надеюсь. Давай, 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 давай. Какой же накал страстей? Кто бы мог подумать, да? Что здесь так будет? Все, мы вывезли. Ес! Это было близко. Это было близко, черт подери. Но мы сами успели. Что ж. Вот такое вот знакомство с такой вот игрой. Оставляйте ваши комментарии, друзья. Надеюсь, вам понравилось. И мы будем продолжать в нее играть дальше. На этом пока мы с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотры. Не забывайте комментировать и нажимать на колокольчики. Увидимся. Всем до скорого и пока-пока.